Всем привет, ребят! Рад приветствовать вас под моим новым видеороликом. Мы продолжаем проходить Choice of Life Middle Ages. Ну что ж, погнали! Заваривайте себе вкусный чаёк, посаживайтесь поудобнее, а я начинаю! Ну что ж, мы остановились на том, что... Нас пригласили придворным шутом. Однажды в далёком-далёком королевстве... А, стоп. Забавно. Так. Пора возвращаться вот сюда. Вы оказались в учёбок города. Не понял. Ага. Надо было начать следующую главу, судя по всему. Ладно. Бывает. Осмотреться. Давайте дойдём до того же самого варианта, как и в прошлый раз. У нас... Ага. По приказу короля городской лекарь проводит мероприятие по предотвращению чумы. Настои из трав был отвратительный. Сдаться... Напивать... Высечь... Делаем всё, как в прошлый раз. Наша задача просто... Добраться до прошлого прогресса. Сейчас ничего менять в истории не будем. Вот так... Комментарь. Вот так. Вот так... Вот так... Вот так. Вы забыли текст. Рассказать шутку. Поклониться. И следующая глава. Теперь вы придворный шут. У вас даже есть своя коморка в замке. Гулять по замку. Вы гуляли по длинным коридорам замка, пока на вас не накатила дремота. Голос. Замечательно. С помощью своего таланта развлекать людей ты попал в замок. Это достойно уважения. Спасибо. Вы утвердительно кивнули во сне. Голос. Теперь ты должен помочь мне. Я чувствую мое тело совсем рядом. Дождись, когда в замке будет меньше всего людей. Тогда попасть в сокровищницу будет просто. Понял. Вы бы выменили что-то во сне, когда вас разбудил повар. Скоро начнется праздник урожая. Сегодня праздник урожая. В замок приглашены городской совет, видные торговцы и ремесленники. Всех необходимо развлекать. Встретить гостей. Титул получен. Шут. Вы выскакивали из-за угла и пугали приходящих гостей. Одна женщина потеряла сознание. Праздник в самом разгаре. Повара из кухни подают изысканные блюда, а вино льется рекой. Рассказать историю. Вы рассказали историю про двух бандитов, не поделивших монету. Гостям понравилось. Ух ты. Напоминает одну песню короля и шута. Настало время танцев. Потанцевать. Вы танцевали на столе, пока не свалились на пол. Вы повредили спину. Хмельные гости требуют истории. Вам нужно что-то придумать. История про черного рыцаря. Давным-давно на тропах нашего королевства бродил рыцарь в уголь на черных доспехах. Толпа вас внимательно слушает и требует продолжения. И те, кто встречал его, не могли снести головы на плечах. Слушатели ждут развязку истории. И расскажем про хороший конец. Одним летом было так жарко, что рыцарь поджарился в собственных доспехах. Уже светает. Половина гостей разошлась по домам, а вторая половина заснула под столами. Пора отдохнуть. Вы отправились в свой чулан и проспали целые сутки. Сегодня проходит рыцарский турнир. Рыцари со всего королевства демонстрируют свои боевые качества, а вас пригласили в качестве зрителя. Сесть на трибуны. Это был зрелищный поединок двух закованных в металл людей. Сегодня вновь намечается пир. Придумывать шутки. Вы отрабатывали новый материал перед зеркалом. Главные темы. Праздный принц и старый король. Вечером собралось множество гостей. Пожаловал даже главный сотник короля. Его необходимо развеселить. Заготовленные шутки. Вы нервно вспоминаете и рассказываете шутки, которые придумали днем, но на лице сотника не дронул ни один мускул. Сотник начинает злиться, он жнет, что вы его развеселите. Рассказ про магию. Вы сочинили рассказ про магию драконов. Сотник лениво зевает. История про двух рыцарей. Вы сочинили историю про любовь между двумя рыцарями. Сотник осверепел и ударил вас в челюсть. Министрели запели громче. Повара внесли новые закуски. На пир пожаловал сам король. Сплясать. Вы выпили вина и сплясали. Хорошо проводите время. Похоже, короля не интересует выпивка и танцы. Зато он готов сыграть в шахматы. Сыграть. Вам объяснили правила и вы сели за игру. Час пролетел незаметно и пришло время эншпиля. Ходить ферзем. Ходить королем. Вы уверенно ходите королем. Король убирает своего короля. Съесть пешку нельзя. Ходить ферзем. Король убивает своего короля. Вы походили ферзем. Так, и теперь... Мы ходим ферзем. Титул получен. Стратег. Вы поставили мат королю. Он пожал вам руку и поблагодарил за игру. Вельможи, заметили ваши азарты, предлагают вам поиграть в карты на выпивание. Сыграть. На следующий день вы не смогли вспомнить, откуда у вас синяки. Стоит быть аккуратнее в своем выборе. Теперь вы придворный шут. У вас даже есть своя коморка в замке. Хе-хе. Хорошо. Спасибо. Давайте дойдем опять до более-менее адекватных моментов. Потому что в начале было все более-менее нормально. Однажды черный рыцарь встретил короля, охотящегося в лесу и снес ему голову. С тех пор черный рыцарь и его потомки правят. Уже светает. А, ну, такой же финал. Так, хорошо. В замок прибыл почетный гость с юга. Закаленный коренастый воин. Вам необходимо его поприветствовать. Ударить в живот. Так и принято встречать воинов. Вы заслужили уважение. Так, придумать шутки. Присмотреться. Лицо сотника исполосовано шрамами. Это крайне суровый человек. Рассказ про войну. Вы сочинили рассказ про войну, насилие и смерть. Сотнику он пришелся по душе. Рассказ про леди. Вы рассказали историю про любовь рыцаря и прекрасной леди. Сотник расплылся в улыбке. Пляшем. Играем в шахматы. Выигрываем. У меня, к слову, кстати, юношевский разряд по шахматам. Ну, вернее, в юношестве я получил разряд по шахматам. Поэтому. Как-то так. На званом обеде вы встретились с главой тюрьмы. Он утверждает, что вы похожи на беглого заключенного. Плеснуть ему вина. Глава тюрьмы подобрел и больше не задавал глупых вопросов. Король объявил о военном походе на южные королевства. Собрав большую часть воинов, он вытянулся на рассвете. Замок почти опустел. Задело. Настало время проникнуть в сокровищницу. Выражившись факелом, вы пробрались в часть замка, где раньше почти не были. Вы знаете, что слева проход в королевские покои, а справа неизвестный туннель. Туннель? Вы решили попытать удачу в туннеле. Перед вами развилка. Прямо. Перед вами развилка. Налево. Вы смогли выйти на правильный маршрут и обнаружили приоткрытую дверь. Вы оказались в винном погребе короля. За бочками виднелась небольшая дверца. Смотреть дверцу. Дверца была в половину человеческого роста, едва заметна. Вы пролезли в небольшой примоль туннель. Вы доползли на четвереньках до еще одной двери. К счастью, она оказалась открытой. Вы в покоях короля. Все вокруг украшено дорогими тканями, золотом и картинами. Вам бы так жить. Осмотреть стены. За одной из картин вы нащупали вертикальную щель, с которой сквозил холодный воздух. Вы толкнули стену и она подалась, открыв проход в туннель. Вперед. Вытянув факел вперед, вы направились внутрь. Вы спускаетесь по спиральному туннелю. Прошло уже полчаса, ступеньки все не кончаются. Идти дальше. Вы спускаетесь еще полчаса. Вы чувствуете тяжелое дыхание впереди над головой. Поднять факел. Вы видите большое каменное лицо. Я король. Вы солгали. Если так, то что я люблю? Ваша советская должна знать ответ. Поискать в карманах. Обычный человек должен разгадать три загадки, чтобы пройти. Слушай внимательно. Начать. У меня есть сосуд круглый, как груша, посередине влажный. И часто случается, что оттуда вода стекается. Глаз. Правильно, осталось еще две. Я мягкий, как шерсть, как трясина. Если меня впучить, я как лягушка. В воде я расту, водой наполняюсь. Губка. Лицо. Я солнца сестра, хоть и сделана для ночи. Огонь заставляет мои слезы падать. Свеча. Верно. Дверь медленно отворилась, и вы вошли. Вы внутри сокровищницы. Следующая глава. Вы в центре небольшой круглой комнаты. Повсюду расставлены сундуки с золотом и драгоценностями. В центре комнаты расположен алтарь с прозрачным сосудом. Осмотреться. По краям комнаты расставлены стойки с драгоценным оружием и броней. Голос. Разбей сосуд, верни мое тело, и твой долг будет исполнен. Разбить сосуд. Вы разбили сосуд об каменный пол сокровищницы. Над осколками сгущается фиолетовый туман, а из вашей груди вырвалась материя того же цвета и объединилась с содержимым сосуда. Перед вами закружился вихрь. Вихрь обрел форму человека, но потом появились крылья и рога. Голос. Как приятно снова иметь свое тело. Спасибо. Для полного счастья осталось совсем чуть-чуть. Вернуть свою силу, приодеться и уничтожить королевство. Ты со мной смертный? Ты демон. Демон. А ты смертный и что? Демон. Кажется, твой выбор вел тебя сюда. Тебе остается лишь повиноваться и идти со мной до конца. Да, мой повелитель. Демон. Прелестно. Сейчас здесь будет король. Убей его и докажи свою преданность. В сокровищницу вбегает король. Убить короля. Титул получен. Убийца королей. Демон. Королевство обезглавлено. Уходим отсюда. Вы сбежали по лестнице обратно в замок и вышли из покоя в короля. На вашем пути встала пара стражников. Пропустить демона. Демон ловко отсек голову удивленным стражникам. Демон. Король вернулся, а значит в замке теперь полно стражи. Без моей силы нам не выбраться. Переодеться в стражу. С рогами демона пришлось повозиться, но теперь вас не отличить от стражников. Пройдя через темные коридоры, вы выбрались из замка. Стража стояла на стенах и смотрела на кровавую луну. Наступила судная ночь. Следовать за демоном. Вы молча следуете за демоном. Вы добрались до заколоченного дома и пролезли внутрь. Демон очертил магические символы на полу, и через мгновение там возникла зияющая дыра. Спускаться. Вы оказались в просторном подземном помещении. Демон. Добро пожаловать в мою обитель. Здесь мы подготовимся к решающей битве за королевство. Какой план? Демон. У меня есть тело, но пока я слаб. Моя сила заключена в третьем сосуде, и ты поможешь мне найти его. Демон. Ты тоже слаб, всего лишь смертный, но это можно исправить. Мои волшебные фолианты наделяют тебя достаточной силой, чтобы стать полезным. Изучать некромантию. Вы решили изучать искусство управления мертвыми. На книге, когда классифицировалось три буквы. М.D.A. Фолиант воняет мертвичиной. Вы открыли его и стали пропитываться волшебной силой. Даже читать ничего не нужно. Вы потеряли счет времени, но вскоре вас окликнул демон. Достаточно, ты готов к следующему заданию. Раздобудь мне книгу. Победа, добра, три захоронения. Там сказано, где спрятан сосуд с моей силой. Отправиться в скрипторий. Книга должна быть в скрипторий, подумали вы. Вы стоите перед ходом в скрипторий. Слева от него есть небольшое кладбище. Использовать магию. Вы прочитали заклинание над старыми могилами. Через зновения землю начали разрывать мертвецы. Под вашим контролем толпа оживших мертвецов. Они медленные и кряхтякты дурно пахнут. Штурмовать окна. Мертвецы прорезли в окна и долялись стражу благодаря неожиданности. Вы внутри скриптория. Допросить выживших. Вы нашли живого монаха. Он долго сопротивлялся, но магия развязала ему язык. Нига у вас. Вы чувствуете чудовищный зуд. Ваши руки и ноги покрылись полдерами. Терпеть. Вы страдаете, и ваша походка выглядит странно. Вы вернулись к обители и увидели, как отряд во главе с принцем ведет бой с демоном. Напасть на принца. Вы направили несколько оживших мертвецов на отряд пиринца. Это отвлекло его внимание. В отряде принцев замешательства вы с демоном решаете скрыться, бежать через каналы. Вы пробежали через каналы и не встретили препятствий. Вы в лесу около городской стены. Скоро здесь будет гвардия. Сбежать в деревню. Вы бежите дальше. Вы достигли деревню, но крестьяне схватили топоры и виллы. Они не хотят пускать вас в деревню. Уничтожить. Зловещие мертвецы навели ужас на сельских жителей, и они разбежались по окрестности. Вы обосновались в старом трактире. Демоны изучают третий том борьбы добра и зла. Найти трактирщика. Вы нашли испуганного трактирщика и приказали подать его лучшей виной дичь. Прочитав книгу вдоль и поперек, и ничего не обнаружив, демон кладет руки на последние страницы. Вскоре на них возникают невидимые слова. Наблюдать. Один сосуд вверхнеземной, второй у короля, а третий у лесной хозяйки. Соглядата и демона сообщают, что в деревню вошел гвардейский отряд. Отправиться в лес. Перед вами появляется старый король и нападает на вас. Отбить атаку. Короли счасовы крепко шмякнулись об камень. Вы направились в гущу леса. Через полчаса вы наткнулись на лагерь бандитов. Они вооружены и настроены решительно. Договориться. Вы представились с противниками короля и объединились с бандитами. Блуждая по лесу, вы потеряли счет времени. Внезапно демон почуял энергию впереди. Идти вперед. Сатиры устроили вам засаду. Впереди блестят своды алтаря. Его охраняет лесная колония с большим отрядом сатиров. Предстоит битва. Магия. Неповоротливые мертвецы пошли вперед и послужили вам живым, точнее мертвым щитом. После долгого боя, отряд сатировал разбит, а магия колдуньи стала ослабеть. Вскоре демон смог ее ранить. Добить колдунью. Вы расправились с колдуньей. В это время демон овладел сосудом силы. И мы получили статус охотника на ведьм. Демон разбивает сосуд силы на ваших глазах. Свечение охватывает его и все вокруг. Даже вы почувствовали, как стали сильнее. Обретя прежнюю мощь, демон собрал всех своих приспешников и направился в город. Это была ночь решающей битвы. Оставшиеся без лидеров защитники города не выдержали натиска демонической армии. Вы были свидетелем битвы, после которой на город опустилась тьма. Вы в разрушенном и оскверненном замке, спустя неделю после ночной осады города. Демон вызывает вас к себе. Идти. Вы идете по пустым коридорам замка, вокруг царит мертвая тишина. Скорее вы достигли бывшего тронного занла. Демон, королевство пало, но Люскурод все еще оскверняет землю своим присутствием. Веряю тебе один из моих легионов, грядет великий поход тьмы. На балкон? Вы вышли на балкон и смотрите вниз. С облитых кровью улиц города и из потлеющих развалин домов на вас смотрят адские отродья. Они гогочат и беснуются в ожидании вашего приказа. Ага. Легион нечисти повинуется вам. Теперь вас называют князь тьмы. Нифига себе развитие. Вот это понимаю. Неплохо. Мы закончили одну из концовок судя по всему. Но это явно и не единственная концовка. Ну что ж, так как мы все-таки достигли одной из концовок, предлагаю на этом закончить эту серию. А уже в следующей посмотреть, какие еще варианты развития есть перед нами. На этом все, ребят. Ставьте лайки, подписывайтесь, не забывайте нажимать на колокольчик, ролики выходят ежедневно. Также пишите комментарии, это помогает мне улучшать качество контента. На этом все, увидимся, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok